И снова на обложку нашего выпуска попадает бывшая когда-то давно медиком, а в последние 10 лет депутат то Курултая, то Госдума России Римма Утяшева. Хочется сказать, что она несет, но понимаешь, что это не в первый и не в последний раз. Такого просто не лечится. Доброго дня, уважаемые зрители. Это итоги недели с Рамилем Рахматовым на канале Proof.RF. Неделя началась под знаком медицины, поэтому остановимся на данной тематике поподробнее. Оперативное совещание в правительстве республики по понедельникам не удивило нас какой-то своей содержательностью, либо каким-то интересом. Напротив, оно было настолько неинтересным, что даже сам Радий Хабиров вдруг начал заговариваться. Вот то, что он каждый раз как мантру повторяет свою военно-патриотическую риторику, это объяснимо и понимаемо. Но вот зачем он вторую оперативку подряд нам рассказывает, что на место Александра Булышева в Минтрансреспублике назначили Александра Клебанова? Ну или снова повторяется про открытие новой турбины Кармановской ГРЭС вместе с одними из братьев Ковальчуков. Хотя с Ковальчуками возможно не только физическая, но и психологическая травма. У Радия Фаридовича не очень-то пока складываются отношения с крупными финансово-промышленными группами. С той же оперативкой, например, Роснефтью или УГМК, которая до сих пор не выплатила Сибае 200 миллионов, или сворачивает все, что может в городе. И вот поползли гадкие слухи, что травма в Москве была каким-то уроком для него. Поэтому в этом смысле совместное мероприятие в Уфе с Ковальчуком, главе республики, я поставлю в плюс. Если это какой-то не разовый случай, а тенденция к налаживанию нормальных отношений с теми, с тем, кем ты не согласен, без всякой лишней агрессивности, то это я могу только приветствовать. Также на прошедшем оперативном совещании, выслушав абсолютно, на наш взгляд, беспомощного министра здравоохранения Айрата Рахматулина, глава республики удовлетворенно заметил, что его указание по записи к врачам в выходные выполнено. Вот как-то это забавно. Я имею в виду постановку проблемы. Тут вопросы даже не к Минздраву, а к Минцифре республики господину Разумикину. Организовать запись по телефону тоже на самом деле несложно. Гораздо более актуален другой вопрос. Не записи к врачу по выходным, а сама возможность попасть к ним в выходные дни. Но это гораздо более сложная и глобальная тема, которую никто, подозревая, трогать не будет. Также на оперативном совещании никто словом не обмолвился о гибели на улицах в Белорецке мужчины от сердечного приступа. Ему стало плохо прямо на улице, а по словам прохожих, вызванную скорую пришлось ждать около 40 минут. Так вот, про этот трагический случай никто радио Хабирову так и не доложил. Ни глава района Иванюта, ни Айрат Рахматуллин, ни кто-то по линии ГОЧС. А на самом деле данный случай многогранный и маркерный. Давайте разберемся. Система здравоохранения настолько оптимизирована, что в частности скорая помощь, что и медиков очень сложно в чем-то винить. На весь Белорецк работает 7 машин. Из них одна обязательно на выезде в Уфу или Сибай, когда возят рожениц или сложных пациентов. Про то, что бригада работает в усеченном составе, о том, что переработки для вас уже давно не новость. Белорецкий район, к тому же, самый большой район республики с горно-лесистой местностью и сложными дорожными условиями. Я уже, наверное, достаточно здесь привел аргументов, чтобы показать усложность ситуации. Так вот, никому и в голову не придет исправлять данную ситуацию. Медикам скорой говорят, что норма по машинам выполняется. А хотите зарплату побольше, давайте сократим ставку одного медика. Да и вообще, вы нам даже не пасынки, а абуза. Да на вас нет ОМС, машины ломаются и вас надо содержать. Вы вообще убыточные. Это им говорит головрач районной больницы, и я даже не могу его за это ругать. Это власть, которая выстроила такую систему, с удовольствием сделает головрача крайним, дабы защитить созданную систему. Кстати, опрошенные нами сотрудники скорой помощи сказали, что они действительно печальный факт. Когда мы наблюдаем уже много лет. Белорецкая ЦРБ является окружной больницей. Но в ней и ее поликлинике по многим профилям вообще нет специалистов или всего по одному врачу. Зато эти врачи спокойно работают в местных частных клиниках, организованных магнитогорцами. Аппаратной диагностики в Белорецке почти нет как таковой. Все ходят в платные клиники или едут в магнитку. Лучше бы молчание, чем бестолковые слова касаются не только наших первых лиц, но и государственных руководителей поменьше рангом. В очередной раз ужасное сморозило депутат Госдумы России, экс-медик Рима Утяшева. Я сознательно здесь не употребил сморозило чушь. Потому что системность ее скандальных высказываний говорит уже о каком-то, наверное, полном отсутствии всякого такта или прямом наличии свинства. В этот раз она зачем-то бросилась на абразуру федеральных СМИ вот с этим трагическим случаем в Белорецке. Мужчина 60 лет, был на больничном по заболеванию сердца, вышел на улицу, упал. Я переговорила с главврачом Белорецка, он сказал, что это их больной, давно тяжело болен сердцем. На той неделе я разговаривала, значит, с главой, спрашивала, как они выдерживают. Он сказал, что там за минус 40 и дышать тяжело. К сожалению, вот так случилось, но скорая приехала. Если сердце останавливается, можно прилететь мигом и не успеешь. Я сказала главврачу передать сердечникам, чтобы на таком холоде не ходили. Не берегут себя, все может быть, подчеркнула депутат. Проще говоря, в системе все нормально, а мужчина сам виноват. Если мы слышим логику в ее словах, то возникает еще один вопрос. Если сердечникам не стоит ходить по улицам в мороз, в том числе за продуктами или лекарствами, то где в это время были социальные службы? Почему тогда местные медики и социальные работники не отладили такую систему обслуживания именно таких больных людей? Вопрос более чем наивный, и это прекрасно понимает сама Утяшева. Но она регулярно с какой-то страстью в неправедных делах защищает начальство и систему. Вот я лично своими глазами и ушами видел и слышал, как она юлила и лукавила перед коллегами во время объединения перинатального центра и роддома номер 4. Тогда вообще была супер пошлая история, когда тогдашний замминистра Мингазов объединял два разных заведения, увольнял двух главных врачей, чтобы самому потом стать главным врачом объединенного учреждения. Поэтому приведем топ-4 ее последних циничных высказываний. Пример о ковидных ограничениях. «Государство дает людям работу, пенсию и немалые зарплаты. Они не хотят вакцинироваться. Значит, пусть сидят дома». Так прокомментировала депутат. Значит, введение режима обязательной самоизоляции для непривитых жителей городов Нягани, Нефтьюганска, Урая и Кандинского района Хмао. Режим самоизоляции там установлен с 22 декабря по 5 декабря 2021 года. Следующая цитата. «Я считаю, что медицина и забастовки несовместимы. Я переживаю за своих коллег. Им не так уж легко. Где-то, может быть, их не услышали, но слушать тех, кто мутит воду, тоже нельзя, заявила Утяшева. Трудное время. Но подумайте, кто-то из наших родственников врачей не получит помощь во время забастовки». Это депутат с зарплатой около 450 тысяч рублей про коллег из скорой помощи города Ишимбай зарплатой в 20 тысяч. Рима Утяшева также возглавляла антиковидный ситуационный центр и прокомментировала частые звонки по поводу вакцины Кови-Вак. Производство Московского научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Цитирую. «Жители, конечно, сейчас несколько избалованы. Сейчас им подавать, значит, вакцину Чумакова. Мы им четко объясняем, что все вакцины хорошие. И не надо так вот капризничать, потому что вирус никого не пощадит. Давайте лучше вакцинируемся, чтобы хорошо провести лето и осень». На неделе, кстати, стало известно, что Минфин России хочет объединить обязательное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование. Что это значит, в полной мере пока не ясно. Но что-то мне подсказывает, что это по факту означает переход на полностью платную медицину. Но с этим мы еще будем разбираться. При этом обязательно буду смотреть, как за это будет голосовать в Госдуме России Единорос Утяшева. Продолжим мы рубрику «В мире животных». Под занавес прошлой недели стало известно, что местечковый клоун и паяца Ростислав Мурзагулов все-таки то ли вымолил, то ли выторговал себе статус иноагента. Формально тут вопросов нет. Деньги получают за работу на Ходорковского, поэтому добро пожаловать в список. Но мы тут в Башкортостане знаем, какой он в кавычках «аппозиционер» и «борец с режимом». К сожалению, когда-то нормальная в России оппозиция сейчас за бугром собирает всякой твари по паре. Я уже давно про данного клоуна не хочу говорить много. Много чести для него. Но меня коробит, как наивные коллеги из либеральных изданий называют его общественным деятелем, экс-председателем общественной палаты Башкортостана и членом палаты России. Говорю однозначно, что никаким общественным деятелем он не являлся, так как за ним не было общественной силы. В общественной палате республики он был не выбран, а назначен по квоте своего старшего друга Радия Хабирова. Абсолютно таким же Макаром он стал председателем и был делегирован в общественную палату России. Так что песни про общественного деятеля пусть поют зарубежным обывателям. Сам Радий Хабиров вроде как сделал попытку невнятно откреститься от Мурзагулова. Но было это сделано в форме расстройства за непутевого братца и звучало как-то очень неубедительно. Тут и сам Ростик подкинул дров, сказав, что после того, как он покинул Россию, к нему якобы приезжал Радий Хабиров. Тут можно предполагать, что Ростислав врет, а можно также предположить, что он остается все-таки доверенным лицом в некоторых финансовых делах в Европе. Событием недели должно было стать ежегодное послание главы республики перед госсобранием. Ну как ежегодное? Так в Конституции РБ написано. Но в прошлом году Радий Фаридович на него забил. В этот раз также был явно нарушен негласный политез. Послание зачитывалось перед депутатами Крултая в его же стенах, но на регламент снова забили. Ни гимна, ни представление спикера Толкачева, просто объявление, фамилия главы республики и текст. Все-таки не нужно забывать, что есть процедуры. Тортип, так сказать. А вот разбору выступлений Радия Хабирова я посвятил отдельную публикацию под названием «Позабытый Грейт Башкортостан». Кому интересно, можете перейти по ссылке в описании. Здесь же отмечу основные моменты. Как такового послания в качестве месседжа или образа будущего я так и не услышал. По сути, это был краткий доклад о состоянии дела в республике с вкраплением поручений правительству и муниципалитетам. В нынешней ситуации в мире и стране это, наверное, все-таки правильный формат. Просто что-то прогнозировать сегодня очень-очень непросто. Слушая доклад Радия Хабирова по отраслям и сферам, я даже как-то проникся его посылом, что для него самое главное – это результат. Пусть малый, но ощутимый. Хабиров, в отличие от Хамитова, не боится сам инициировать какие-то процессы. Он гораздо энергичнее. Но касательно послания мне, как жителю республики, не хватило от него уверенности лидера. Поэтому я понимаю, почему в этом году послание прошло, как и положено, в принципе, в стенах Курултая, а не с пафосом в Конгресс-холле. Про «Make Bашкортостан Great Again» уже давно позабыто. Не до жиру. И все же Радий Хабиров сумел на последний феерически опростоволоситься. Вот посмотрите вот это видео от 7 февраля 2022 года. Теперь, Алан Викторович, мы тут небольшое совещание проводили по капремонту. На что обращаю внимание? Безусловно, конечно, те расценки, которые мы утвердили на подъезды, уже хромают. Сколько бы мы не выкручивали руки за эти деньги, не получится за эти деньги делать. Вот следующий год, на следующий год, на этот год уже мы не успеем. Делайте перерасчет в сторону увеличения. Потому что, ну, и стройматериалы дорожают, и где-то мы ошиблись. Мы тогда прикидывали, что вот столько должен подъезд быть. Все-таки надо достойные деньги давать, чтобы на выходе получался достойный ремонт. Без этого мы никуда не уйдем. Вот на это обратите внимание, пожалуйста. Все правильно. Тарифы пишет Республика. И Радий Хабиров дает четкое указание в части капремонта их повысит. А вот что он говорит во время оглашения своего послания 15 декабря. Цитирую. Есть один важный вопрос. Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами. Несогласованными с главой республики. Я имею в виду обсуждение, в том числе и в стенах государственного собрания Крултая, повышение размера платы за капитальный ремонт. Считаю это прежним временным. Конечно, денег не хватает, но у нас есть возможности поддержать капремонт за счет бюджетного финансирования. Не надо в этом вопросе и с лишним мучить людей. Вот что это? Раздвоение личности? Подстава от спичрайтеров или попытка стать добрым царем при злых боярах? Выводы делайте сами. Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение в превышении должностных полномочий экс-директору ГКУ хозяйственного управления при главе республики за закупку пиксельных елок по цене выше среднерыночной почти в два раза. Закупка состоялась в ноябре 2019 года. Тогда должность директора хозяйственного управления главы занимал Алексей Аглесламов. Как сообщает в пресс-службе Следственного комитета, руководитель управления в обход положенных конкурсных процедур и в нарушение законодательства заключил государственный контракт с ООО «Клирлайт РУС» на оказание услуг по изготовлению сборных средовых декоративных конструкций, как с единственным поставщиком, на общую сумму свыше 115 млн. рублей. Стоимость контракта превысила среднерыночную примерно на 50 млн. рублей. Вот это все пресс-релиз Следственного управления. Про все это СМИ кричали три года. И все эти три года чиновники делали вид, что все нормально. Когда запахло к жареным, к прокурору Пантюшину прибежал сам Максим Забелин и просил зарешать проблему. Но был послан далеко. Обратите внимание, что уголовное дело было возбуждено после ухода удобного для региональных властей прокурора Владимира Ведерникова. Федералы, видимо, наконец-то обратили внимание на слишком теплые отношения местных силовиков с региональной властью. Вот и Романа Адеева отправили в отставку. На этом все на сегодня. Обязательно жмите на кнопочку с пальцем вверх. И не забывайте помогать нам донатами. Это очень важно для работы нашей платформы Proof.RF. Пока!